Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые зрители телеканала «Россия». Я надеюсь, что та информация, которая прозвучит сегодня в нашей программе, будет для вас не просто интересной, но и своего рода призывом к действию. Ведь речь пойдет о налогах. Свою гостью я представляю вам с большим удовольствием. Это заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Карачаевой Черкесии Анна Дурнова. Анна Михайловна, доброе утро. Доброе утро, Галина. Спасибо большое, прежде всего, за то, что вы сегодня с нами и расскажете для наших зрителей, я надеюсь, очень полезную информацию. Итак, обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков физических лиц возложена на налоговые органы. И каждый налогоплательщик получает соответствующее уведомление. Ну, как правило, это происходит в конце года. Так что такое налоговое уведомление? Каждый год мы говорим о том, что 1 декабря возникает обязанность уплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога для физических лиц и транспортного налога для физических лиц. Сформирован такой документ налогового уведомления. Он единый. В нем содержится информация обо всех трех налогах, которые подлежат уплате. Ежегодно, не позднее, чем за 30 дней до наступления срока, рассылка уведомлений производится Почтой России. В этом году это было порядка 160 тысяч налоговых уведомлений, направлено в адрес налогоплательщиков на общую сумму почти 593 миллиона рублей. И все эти налоги, и земельные, и транспортные, и имущественные, идут в бюджет нашего региона. Транспортный непосредственно в республиканский бюджет, земельный налог и налог на имущество в местные бюджеты, то есть города или сельского поселения, в котором вы проживаете, в котором находится этот объект. Налоговое уведомление содержит всю информацию о кадастровой стоимости, допустим, если это земля или имущество, либо о мощности транспортного средства, то есть налоговая база, так называемая, содержится в налоговом уведомлении. Также вы видите, за какой период начислена сумма налога и непосредственно сумма, подлежащая уплате. Дополнительный платежный документ не требуется, поскольку в уведомлении есть либо QR-код, либо идентификационный номер, по которому можно заплатить в любом банке сумму налога или сделать это на сайте налоговой службы. Также есть информация о вычетах примененных или о льготах. Если вы не увидите какую-то информацию, либо не получите налоговое уведомление, можно обратиться в любой налоговый орган. У нас сейчас произошла реорганизация, инспекции межрайонных нет, есть один налоговый орган управления Федеральной налоговой службы, но операционные залы сохранились во всех районах, то есть можно абсолютно в любой операционный зал прийти и попросить это уведомление. Надо понимать, что уведомления не всегда направляются. Бывают ситуации, когда мы в принципе не производим рассылку. Это происходит в тех случаях, если налог меньше 100 рублей, то есть налог 70 рублей, рассылка не осуществляется, таких уведомлений. Или у вас есть личный кабинет налогоплательщика. Соответственно, в электронном виде уведомление попало в личный кабинет, поэтому просьба проверить свои личные кабинеты, если вдруг забыли о том, что открывали личный кабинет и ждете бумажного уведомления. Или если вы имеете право на льготу или вычет по налогообложению имущества, и налоговая база, соответственно, уменьшается, и налог не возникает к уплате, такое нулевое уведомление тоже не направляется. Во всех остальных случаях формируется бумажное уведомление, и по почте происходит рассылка. Я думаю, что в сельском местах, если люди ждут почтальона с таким уведомлением, возможно, что у каждого есть доступ к интернету и личный кабинет. Ну да, если вдруг почтальона не дождались, уже, наверное, стоит начать переживать, потому что 1 декабря уже близко, и можно обратиться абсолютно в любой операционный зал нашего налогового управления и получить копию уведомления для уплаты. Могут ли меняться налоги, потому что есть мнение, что за 2021 год произошли какие-то изменения? Изменения, да, периодически происходят. Они в некоторые периоды носят массовый характер. Это когда происходит массовая переоценка кадастровой стоимости земли или имущества. Иногда это локальные такие частные изменения. Как я и сказала, налог на имущество и земельный налог – это местные налоги. Поэтому все ставки устанавливаются непосредственно администрациями муниципальных образований, органами муниципальных образований. И, соответственно, если было изменение ставки, происходит изменение налога. Либо если был какой-то пересмотр кадастровой стоимости, происходит изменение налога. Что касается транспортного налога, это республиканский налог, и закон принимается на уровне региона, республики, главой республики. Тоже может произойти либо изменение ставки, либо льготная категория расширена, либо, наоборот, изменены, уменьшены какие-то ограничения по налогообложению. И, соответственно, тоже происходит изменение суммы по сравнению с предыдущим годом. Также в этом году, что касается транспортного налога, был на федеральном уровне утвержден новый перечень дорогостоящих автомобилей. И по нему установлены коэффициенты, повышающие при налогообложении. Поэтому тоже для тех собственников дорогостоящих автомобилей немножко произошло увеличение стоимости суммы налога, подлежащей уплате. Поэтому всю информацию можно отслеживать, либо в налоговый орган обращаться, уточнять, либо на нашем сайте есть очень удобный сервис, информация о налоговых ставках, льготах. Там можно выбрать непосредственно населенный пункт, в котором вы проживаете, выбрать вид налога и выбрать период, который вас интересует. Откроется решение, нормативный акт решения, в котором вы увидите, какая ставка для вашего земельного участка или объекта недвижимости, или для автомобиля. И поймете, подлежит налогообложению ваш объект или нет, подлежит ли льгота по этому объекту. И, в принципе, даже воспользовавшись налоговым калькулятором, опять-таки на нашем сайте, адрес сайта напомню, www.nalog.gov.ru Очень много сервисов. И вот по налогообложению имущества вы можете сами себе в калькуляторе рассчитать налог, увидеть, какая у вас ставка, льгота, и понимать, что вас ждет при получении уведомления. И если вы увидите, что у вас должна быть другая сумма, нежели в бумажном уведомлении, которое вы получили, тогда уже надо будет предпринимать меры по обращению налогового органа по подаче заявления на изменения ваших обязанностей, которые были указаны в налоговом уведомлении. Все льготы указываются в уведомлении, ведь могут быть и неучтенные. Да, может возникнуть ситуация. Льготы у нас последние несколько лет носят проактивный характер. То есть мы получаем информацию из органов, которые предоставляют эти льготы, но не всегда в полном объеме эта информация есть. Допустим, не всегда у нас есть информация обо всех многодетных семьях, чтобы применить льготу при налоговложении имущества или земли. Поэтому если вдруг в налоговом уведомлении вы увидели, что не в полном объеме учтена льгота или она вообще не учтена, вы пишете заявление в управление налоговой службы на проведение перерасчета. Налоговый орган проверяет эту информацию в электронном виде, делает запрос в соответствующие структуры. И если подтверждается информация, что должна была быть льгота, происходит перерасчет налога и формируется новое налоговое уведомление с новым сроком уплаты. Если же информация не подтверждается, то подлежит уплате та сумма, которая была в уведомлении первичном. А как часто случается, что в уведомлении некорректно сформулирована информация? И если такое происходит, что в этом случае делать налогоплательщику? Начнем с того, что вся информация для обложения налогами поступает в налоговые органы из регистрирующих органов. Это Росреестр, ГИБДД. То есть сам налоговый орган не берет, или сам расчетным путем никак не придумывает налоговую базу. То есть если мы получаем выгрузку электронно из ГИБДД, допустим, для обложения транспортом, или из Росреестра, кадастровой палаты для обложения имущества и земельных участков, мы производим начисления непосредственно по тем данным, которые были в регистрирующем органе. Если все-таки вы, получив уведомление, видите, что завышенная кадастровая стоимость, и вы не согласны с этим, вы пишете точно так же заявление в налоговый орган. Это можно либо на бумаге сделать, почтой, просто прийти в оперзал, или через личный кабинет, если он у вас есть, или через сервис, опять-таки на нашем любимом сайте, обратиться в налоговый орган, и вам можно не прикладывать никакие подтверждающие документы. Налоговый инспектор, получив заявление, сразу делает запрос в электронном виде в соответствующий рекорган, там Росреестр или ГИБДД. Если приходит подтверждение, что такой участок земельный не принадлежит такому-то человеку, соответственно, происходит перерасчет. Бывают ситуации, когда подтверждается наоборот, и человек забыл, что он считает, что я продал, вот в 2021 году я продал свой участок, вы мне налог посчитали. Но напомним, что за 2020 год мы в 2021 году считали налоги, и, соответственно, если в 2020 году был объект, то по нему происходит начисление. Поэтому, если вы не согласны, пишите заявление и не прикладывайте никакие документы. Все сделает налоговый инспектор, все запросит в электронном виде. Если подтвердится, сделает перерасчет. Если нет, придется тогда уже заплатить сумму налога. И спать спокойно. Да. Анна Михайловна, ну вот как ты нашла сейчас, жизнь разделилась на доп.НДБ, и после нее, ну, к сожалению, у второй еще даже не на горизонте. Но в хорошие времена сотрудники налоговой службы, как говорится, выходили в массу, проводили своего рода такие ликбеды с населением. Практикуется ли сегодня такая работа? День открытых дверей, так называемые. Дни открытых дверей нет, не проводятся, но наши оперзалы открыты. У нас был единственный период в этом году с 1 по 3 ноября, когда были операционные залы закрыты. Даже без открытых дверей наши операционные залы открыты ежедневно. Причем по вторникам и четвергам они до 20.00, продленный такой день рабочий. Поэтому без проблем, без очереди, вы можете записаться на сайте, опять-таки, через сервис, записаться онлайн в инспекцию, выбрать свое время удобное для посещения и не ждать в очереди. В очереди, как таковой, тоже нет, потому что есть администратор зала, он регулирует потоки, и можно все оперативно решить. Но если вам, вы знаете точно, что вы придете там в 12.30, вам удобно, у вас есть полчаса для решения налоговых вопросов, можете на сайте записаться именно, допустим, на 10 или 11 ноября, в 12.30, и вас примут в обозначенное время в операционном зале инспекции. Поэтому, даже несмотря на отсутствие таких вот акций более широкого формата, мы всех принимаем и со всеми обсуждаем все эти вопросы. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, еще очень такой важный вопрос существует о каких-то компенсациях нашим предпринимателям, которые понесли большие потери в своем бизнесе в связи с пандемией, в связи с нерабочими днями. Есть информация, что такое начинается, какие-то выплаты будут производиться. Поясните, пожалуйста. Да, в прошлом году была такая история, что за два месяца была компенсация определенным пострадавшим отраслям. И в этом году правительство Российской Федерации, президент Российской Федерации приняли решение о введении такой же нормы поддержки, такой меры поддержки. У нас был период нерабочих дней с 30 октября по 8 ноября. И для компенсации потерь субъектов малого предпринимательства было утверждено постановление правительства Российской Федерации, в котором предусмотрена выплата субсидий разовой за эти нерабочие дни. Выплата субсидий будет производиться в размере одного минимального размера оплаты труда, то есть это 12 792 рубля на каждого сотрудника. Но есть определенные критерии. Утвержден перечень отраслей пострадавших, то есть обязательно, чтобы ваш основной вид деятельности соответствовал этому перечню, утвержденному постановлением правительства. Также важно понимать, что численность будет браться не на текущую дату, а из отчетности на 1 июля. Расчет по страховым износам все субъекты бизнеса сдают, если у них есть штатная численность. И численность будет браться из этого отчета. Также важно, чтобы задолженности не было превышающей 3000 рублей. То есть в пределах 3000 она допустима, потому что, может быть, текущие какие-то моменты не успели оплатить. И важно быть включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 июля. То есть все эти критерии одновременно должны совпасть. И заявления все уже принимаются в налоговых наших операционных залах. С первого числа уже начался прием заявлений. Он закончится 15 декабря. Поэтому можно не откладывать. И для того, чтобы понять, имеете вы право на получение этой субсидии или нет, есть специальная промо-страница на сайте налоговой службы. Достаточно ввести ИНН. И сразу сервис вам выдаст информацию, что вы имеете право на получение субсидий. Подать заявление сразу здесь есть кнопка. Подать заявление можно на бумаге, почтой, либо через личный кабинет, либо через сервис обратиться в налоговую. Но обязательно скан-образ должен быть. Или вот здесь сразу с промо-страницы. И помимо проверки, есть вся информация о всех критериях, которые я перечислила. И ссылка на нормативные документы, в которых вы можете проверить свои условия. Спасибо большое. Будьте здоровы. И ждем вас еще в нашей студии с полезной и нужной информацией для наших телезрителей. Спасибо. Друзья, я напомню вам, что сегодня утром у нас в гостях была Анна Дурнова, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике. Я с вами прощаюсь. И желаю вам благотворно провести ближайшие выходные. До свидания. Продолжение следует...